Начиная с наидревнейших времен, фактически, астралопитековых и до современности, там и сям возникали какие-то экзотические маленькие человечки, так называемые хоббиты. Граждане с полкилограммом мозгов, мозговая коробка, она там плавно плывет, как пузырь какой-то, да, или там лодочка, а челюсть тонет. То есть они все-таки, видимо, чуть поинтеллектуальнее, чем пятикантропы. К черепушкам прилагаются тазовая кость и парочка берсовых костей. Может быть, им конкретно лично не повезло, была какая-то голодуха, но это как-то сомнительно выглядит. Такие не сильно характерные, честно говоря, кости, но приятно, что они не у многих есть. Пальцы очень кривые, фаланги даже отдельные, для Хома неприлично такое иметь. Некоторые из этих странных людей в нас все-таки немножко влились. Итак, снова здравствуйте, и опять программа «Человек разумный», ее наведущий, Дробышевский Станислав Владимирович, антрополог. И сегодня мы поговорим про странных людей. Ну, на самом деле, в очередной раз, потому что тема неиссякаемая, потому что люди бывают странные. И это не о вашем соседе, а о том, что происходило в далеком прошлом. Потому что у нас очень много предков, а очень много еще родственников, таких предшественников, которые жили где-то рядом, но не совсем были нами. И чем больше мы смотрим на эту древность, тем больше таких обнаруживаем. Вообще, идея, что люди были не только линейной цепочкой, а еще с какими-то там боковыми ответвлениями, появилась уже в тот момент, когда нашли первого неандертальца. И рассуждения про самого-самого первого неандертальца уже были такие, что, дескать, ну какой-то он неправильный. Там, что только не выдвигалась версия, что может быть он просто патологический, микроцефал, там, как известно, русский казак, еще что-то такое, там всякая бредятина была. Но в том числе, когда вот уже что-то более адекватное высказывалось, что да, это древний человек, но не наш предок, а какая-то вот боковая ветвь эволюции. Ну, потому что параллельно изучали еще и обезьян, очевидным образом, и видно было, что да, сейчас есть много линий обезьян, то есть это остатки какого-то заветлиния. Ну и, собственно, если ветвятся эволюционно какие-нибудь человекообразные обезьяны, то, собственно, чем бы не ветвяться и людям. И действительно, в последующем выяснилось, что и про неандертальца эта идея была, в общем-то, верная, и таких отклоняющихся эволюционных ветвей, строго говоря, было сильно больше, чем генеральные наши линии. Более того, наша эволюционная линия, приведшая появлению хомо сапиенса, самая унылая и примитивная, и ничем особо не выделяющаяся, ну, кроме того, что мы дожили до современности. Ну, если посмотреть, мы как в Африке появились там в состоянии человекообразных обезьян еще там 26 миллионов лет назад, так, в общем, до сих пор в основном в Африке и живем. Ну, там где-то на поздних этапах 50 тысяч лет назад вылезли такие из этой самой Африки, далее все остальное человечество, но в масштабах вот этих 26 миллионов эти несчастные 50 тысяч лет – это погрешность. И еще неизвестно, что там будет дальше. То есть не исключено, что еще там через пару миллионов лет опять все будут сидеть только в Африке, а на остальных территориях ничего этого не будет, и будут рассуждать, что, ну да, были какие-то вот эти мигранты, которые что-то там вылезли, вымерли, и фиг бы с ними. Ну, так же, как мы сейчас рассуждаем о других странах, людях. Но вот в процессе появления нас возникали и многие разные другие человечества, причем они возникали даже в самой Африке, самых наидревнейших времен. То есть, ну, например, когда появлялся род Хомо, первые, там, Хомо-Рудольфенсисы, параллельно от тех же самых предков грацильных австралопитеков, ответилась другая ветка, и даже, может быть, не одна, а как минимум две так называемых массивных австралопитеков или парантропов, которые отрастили огромные челюсти, стали вегетарианцами, были очень успешны до своего времени, расселились гораздо шире даже, чем, собственно, первые Хомо, но в итоге вымерли из-за изменения климата. Но где-то ближе уже к современности 2 миллиона 200 тысяч лет назад мы видим, да, Хомо-Рудольфенсисов, у которых мозги уже 700-800 грамм, то есть это уже на грани мозгового Рубикона, ну и, собственно, на самом мозговом Рубиконе, и у них уже не сильно большие зубы и челюсти, хотя еще довольно крупные, но самое главное, желательно, мускулатура резко уменьшена. И они уже изготавливают вполне себе успешное орудие труда. Но параллельно с ними появляются другие персонажи, и частично они синхронные, частично чуть попозже возникли, видимо, в силу того, что климат менялся, обстановка тоже изменялась, вся экосистема перестраивалась, кто-то вымирал, кто-то возникал, и на вот этом сломе эпох, то есть это конец плеоцена, начало плеоцена, появляется, как всегда, разнообразие. То есть классический пример идиоадаптации, когда вот возникает много эволюционных линий, которые начинают занимать какие-то такие микроэкологические ниши, а эти экологические ниши неустойчивые, поэтому они быстро возникают, исчезают, и пока еще все не устоялось. И вот где-то в интервале времени от вот этих там двух с небольшим миллионов лет назад до примерно полутора миллионов лет назад у нас что не находка, она какая-то своя. То есть если, например, есть находки вот этих древних хомо ранних, где большие челюсти и маленькие зубы, а есть, например, наоборот, где довольно маленькие челюсти и здоровенные зубы, чуть более позднее время, когда возникают уже такие нормальные хомо, эо, гоминины, хомоэргастеры и хомоэректусы, тоже разнообразие довольно большое. Ну, например, есть ТАСС из Гоны, миллион лет назад датировка, есть ТАСС из Алдувая, тоже миллион лет датировка, то есть они синхронные практически, но Гона в Эфиопии, Алдувай в Танзании. Ну, если так, с нашей стороны смотреть, это примерно все одна и та же территория, но все-таки одни северние экваторы, другие чуть южнее, и при этом у них размеры совершенно не одинаковые. В Гоне он очень широкий, но маленький на самом деле, то есть относительно широкий, а так-то небольшой. И размеры тела реконструируются, ну, дай бог, там метр сорок. А в Алдувайе, да, здоровый, то есть он намного более широкий, абсолютно относительно, и еще и высокий при этом. И там, получается, рост под метр семьдесят. То есть, в принципе, и сейчас в любой популяции не такая большая проблема найти двух персонажей, да, одного там метр сорок, другого метр семьдесят. В древности, естественно, отбор должен был действовать сильнее, и получается, что да, вот эти какие-то очень маленькие, а эти какие-то довольно-таки большие. И в Алдувайе у нас есть преемственность хорошая, от более древних вплоть до современности, а в Гоне преемственности такой особо нет. И получается, что вот какие-то уже миллион лет назад вроде бы пигмеи были. И начиная с наидревнейших времен, фактически, астроном-питековых, и до современности там и сям возникали какие-то экзотические маленькие человечки. Причем разных эволюционных уровней, строго говоря. Ну, древнейшие примеры, это все время те же самые ранние хомо, два миллиона лет назад, когда в Южной Африке появился вид хомо-сидиба, или он же австроном-питекус-сидиба. Ну, или-или, потому что по признакам эти самые сидибы располагаются ровно пополам между хомо и австроном-питеками. То есть часть признаков половина примерно австроном-питековая, а часть хомская, уже человеческая. Ну, чаще все-таки их относят к роду австроном-питекус, потому что мозгов-то у них 400 грамм, а это все-таки сильно мало для хомо. А с другой стороны, у них очень маленькие челюсти, очень маленькие зубы. А палеодиотологический анализ показал, что питались они вообще какой-то корой неожиданно. Почему корой? Зачем корой? Но там два скелета всего-навсего. Поэтому, может быть, им конкретно лично не повезло. Была какая-то голодуха, и вот еле что попало, что могли найти. Но, может, это не говорит о виде в целом. Ножки совершенно человеческие, строго говоря, ну, так что коротковатые. Ручки длинноватые, а в кисти очень странное сочетание. С одной стороны, очень большой первый палец, который большой, собственно, палец, и пропорция длины пальцев, как у человека современного примерно. А с другой же стороны, пальцы очень кривые и изогнутые, фаланги даже отдельные в целом, больше, чем у шимпанзе. Чего вообще для хома неприлично такое иметь. То есть у нас всю эволюцию пальцы выпрямлялись, а тут они согнулись страшнее, чем у шимпанзе. Зачем? Почему? Непонятно. И в Южной Африке, в каком-то там Стрекфонтейне, например, там тоже хронологические ряды вырисовываются, и чуть более древние австралопитеки оказываются чуть более наземными, чем более поздние, которые вроде бы уже и хома, но как-то они более древесные по микроструктуре, допустим, там бедренных или там плечевых костей. То есть у них древесность вроде как возрастала. А это очень странно. Вообще вроде как наоборот должно быть. То есть некоторые популяции, ну и вот сидибы особенностей, видимо, может быть обратно залезали на деревья. Орудийная деятельность у них неизвестна. Хотя это 2 миллиона лет назад, когда уже всем положено заниматься орудийной деятельностью. Ну она уже как бы более чем полмиллиона лет уже как есть, все эти чопперы. Более того, в Южной Африке они тоже есть на это время, но не в этой пещере. А в этой пещере нет. А в еще более позднее время, там же, в Южной Африке, ну и в принципе даже географически не так далеко, в пещерной системе Rising Star, там Диналеди, Лиседи, там еще другие конкретные пещеры, найден другой вид хомоналеди, который уже вроде как совсем хомо, но мозгов у него по-прежнему 500-600 грамм, то есть вроде как побольше, в полтора раза, чем было у Сидип. Но датировка-то 200-300 тысяч лет, а 200-300 тысяч лет, это что-то как-то сильно мало. В это время у наших предков, и в том числе в той же самой Южной Африке, мозгов было уже 1200 грамм, 1300 грамм. Ну то есть практически современное значение. А тут 500-600, то есть в два раза меньше. Это вообще неприлично. А вишенкой на торте является вот недавнее сообщение конца 2022 года про то, что там найдены следы огня. Это при том, что у них размер мозга 500-600 грамм. И как можно использовать огонь с мозгом 500-600 грамм, непонятно. И непонятно, как они туда вообще забрались. Там очень узкие ходы. И, собственно, возникает идея, что эти самые хомоналеди совершали погребальные обряды. И как-то вот они просачивались в эти щели, может быть, расчленяли тела. Ну, благо, сами были маленькие на самом деле. Но это тоже очень странно, потому что это 200-300 тысяч лет назад, когда наши предки не имели погребальных обрядов. Мы про это ничего не знаем с такими дозировками. А тут какие-то граждане с полкилограммом мозгов и совершают погребальные обряды. Непонятно, как это все работает. Ну, и сидибы, и наледи имели очень маленький рост, там, от метра до полутора. И подобные группы существуют и в последующем. Причем, видимо, они независимо и неоднократно возникают. Ну, например, люди из Нормады в Индии. Речка Нормады есть такая, там местность Хатнор. И там найдена богатейшая ископаемая фауна. Огромное количество всяких животных. Там какие-то бегемоты, слоны, носороги, кто угодно. И в том числе несколько антропологических находок. Правда, жутко фрагментарных, но тем не менее. Среди них черепная коробка. Такая прям хорошая, красивая. И довольно-таки большая. Размер мозга чуть побольше килограмма, но вполне достаточно. С дозировкой, кстати говоря, где-то в полмиллиона лет. Так, между делом. И к ней прилагаются две ключицы. Вот-то кусечкового размера. Ну, а ключица, между прочим, очень такая полезная кость. Потому что ключицы есть мало у кого среди млекопитающих. И они, ну, такие не сильно характерные, честно говоря, кости. Но приятно, что они не у многих есть. Поэтому тут человеческие ключицы. По ним видно, в принципе. Но они очень маленькие. И выходит, что размер головы у него был вполне такой нормальный для того времени. И строение головы ничем там принципиально не отличается от других гоминиц среднего плестоцена. А с другой же стороны, рост был очень небольшой. Где-то там метр-полтора, что-то около того. Ну, видимо, всего того, что Индия существовала в режиме фактически острого экологического. То есть понятно, что чисто геометрически это уже был не остров. Ну, давно причем. Причали Лаказии, там всякие Гималая поднялись. Но, собственно, вот Гималая это и отгородили от всего остального мира. И в условиях вот этой экологической изоляции, ну, какая-то фауна туда-сюда проникала. И люди тоже как-то все-таки прошли. А в последующем возникли свои отдельные виды. Но другое дело, что по этому хатнорскому виду, нормадскому, там даже есть специальное название, там, Homo normadiensis, у нас до крайности мало данных. То есть вот эта черепная коробка, две ключицы, еще там несколько крайне сомнительных фрагментов, которые не очевидны, человеческие или нет. И как бы и все. А в остальном мы про Индию ничего не знаем. И подобные маленькие микрочеловечества с большой вероятностью возникали неоднократно. Ну, есть такие мега известные, например, неандертальцы в Евразии, в западной части, денисовцы в Восточной, про которых мы очень мало знаем, но которые очень знамениты, известны. Ну, и про них как-то не очень интересно рассказывать, потому что это отдельные темы, ну, это как бы совсем такие, как бы слишком распиаренные, чтобы про них упоминать вскользь. А есть и гораздо менее изученные, известные, например, люди с реки Соло на Яве, с местности Нгандонг, где на очень небольшом участке вдоль реки была найдена просто наибогатейшая фауна. Она так и называется, фауна Нгандонг. И в том числе порядка 10 черепных коробок и фрагментов. Ну, там не все целые, там некоторые кусочками, но тем не менее. Плюс к черепушкам прилагаются тазовая кость, которая почему-то до сих пор не описана, и парочка берцовых костей. И как бы и все. Больше нету ничего. Это очень странно. Само по себе вот эта раскладка статистическая, когда на 26 тысяч костей животных, и в основном это, как полагается, челюсть с зубами, всего 10 черепов, таз и две берцовые кости. Это как-то неестественно, не может быть такой выборки, потому что самая нестандартная находка во всех ископаемых этих тафоцинозах – это челюсть с зубами. По факту прочнее мали у нас ничего нету в организме, и сохраняется она лучше всего, потому что это камень исходный, ему даже каменеть особо не надо. И челюсти, потому что нижняя особенно челюсть, там давление большое, плотность кости очень такая основательная, и она хорошо сохраняется долго. Тем более, что челюсть, если она пополам сломанная, здорово ложится, на нее как не дави, она не крошится, окаменевает отлично. Поэтому 99% всех находок – это зубы и нижние челюсти. Чаще во фрагментах, но тем не менее. А в Гондонге нет ни одной челюсти и ни одного зуба древних людей. При том, что здесь даже не спишешь на особенности раскопок, обнаружения, потому что капаль – это нормально, профессионально, и не одни и те же люди. Там несколько заходов было, этих раскопок, и фауну-то нашли, как бы все по-человечески. Ну, правда, ее потом потеряли, но это уже второй вопрос. И не может такого быть, что на тысячи костей ни одной челюсти человека. Но есть идея, что, может быть, дело в избирательной сортировке костей течением реки, потому что мозговая коробка плавно плывет, как пузырь какой-то, или лодочка, а челюсть тонет, и где-то они в другом месте лежат. Но это как-то сомнительно выглядит, потому что от других животных кости, зубы, все нормально представлено. А вот именно люди как-то сортировались. Это очень чудно. И поэтому возникает мысль, что эти люди были не только очень странные морфологически, они были очень странные морфологически, но и очень странные поведенческие. И, может быть, это результат какого-то обряда, когда они притащили эти черепушки, уже как бы в виде черепушек, ну, там пару этих длинных костей, да, там протас, ничего не понятно, он не исследован, и как-то их там красиво выложили на бережку. И вот мы их теперь нашли. А может быть, это свидетельство какого-то древнего обряда. А это само по себе тоже очень странно, потому что размер мозга у них там чуть больше килограмма, то есть они все-таки, видимо, чуть поинтеллектуальнее, чем пятикантропы, но сильно ниже по развитию мозга, чем хомо, такие нормальные уже там сапиенс какие-нибудь или неандертальцы. Потому что датировка здесь 100 тысяч лет. Это не какая-то там прямо запредельная древность. И 100 тысяч лет назад, допустим, на Ближнем Востоке протасапиенсы уже делали украшения, у них уже были полноценные погребения с инвентарем, даже там частично, даже как-то охра уже использовалась по мелочам. Ну, у неандертальцев, конечно, охры и инвентаря не было в погребениях, но погребения-то уже были, и какие-то украшения были к этому моменту, там 130 тысяч лет назад даже, да, а тут 100 тысяч лет. И у неандертальцев к этому времени мозгов и у протасапиенсов было, ну, где-то 1300-1400, а здесь 1100. Ну, то есть больше килограмма, конечно, но что-то как-то небогато. Так что это результат своей какой-то эндемичной специфической эволюции, получились какие-то вот эти гоблины, которые занимались, кроме прочего, видимо, каннибализмом, потому что на некоторых черепах есть следы ударов прижизненных со следами заживления, а есть неприжизненных, без следов заживления, ну, и они побитые такие весьма основательно. И это 100 тысяч лет назад, когда уже недалече были сапиенсы, ну, правда, сапиенсы в это время, если вылезали из Африки, то только на Ближний Восток, и они еще такие не очень сапиенсы. Но, тем не менее, потом, к сожалению, у нас для Явы есть огромная дырка во времени между вот этими 100 тысячами лет и уже где-то 40 тысячами лет, когда и на Яве, ну, на Яве там не сильно много находок, но рядом на Калимонтане есть пещера Ниа, там 40 тысяч лет, и там уже такой сапиенс-сапиенс. Но вот между этими временами у нас огромный зазор, и мы просто не очень знаем, что там происходило. Поэтому были всякие измышления, что, может быть, эти самые евантропы с реки Сола даже метисировались сапиенсами и дали специфику, допустим, современных австралийских аборигенов. Но это вряд ли, потому что височная кость у людей с реки Сола очень странная, как я говорил, а у австралийских аборигенов самая банальная, такая же, как у всех сапиенсов. А некоторые подобные популяции мигрировали дальше, и возникали уже совсем чудные островные экзотические популяции, так называемые хоббиты. И в настоящее время известно как минимум два вида и один кандидат на вид. Ну, вначале кандидат на вид с острова Сулавеси, он же Целебес, который находится так уже в восточной этой самой Индонезии, но еще не в Меланезии, промеж Калимонтаном и Новой Гвинеей. Ну, там еще всякие маленькие островочки, понятно, есть там какие-то хальмахеры. Но Сулавеси замечательны тем, что он находится в зоне Уолеса, так называемой. То есть это граница между миром плацентарных и сумчатых. И от Калимонтана всегда отделялся проливом. Тем не менее, порядка уже там 700 тысяч лет назад кто-то, видимо, там появился. И в чуть более позднее время появился. И ко времени около 70 тысяч лет назад, ну там 67, там около того, там жили какие-то уже совсем другие люди, которые, правда, известны только по орудиям. То есть там известны камни, кости разделанных животных, причем экзотических местных видов. Но на что были похожи эти люди, мы не знаем. Может быть, они были какие-то очень странные, ну и точно, по крайней мере, не сапиенсы. Потому что сапиенсы в это время, ну там 100 тысяч лет назад, да, там 70 тысяч лет назад рядом не пробегали. А вот на двух других островах мы точно знаем, что там были другие виды. Рекордсмены, конечно, по всем возможным параметрам, это хоббиты острова Флориса, хомофлорисиенсы, которые заселились туда, ну их предки, вернее, миллион лет назад, все с той же явы, видимо, и при этом преодолели несколько проливов. Но вот от этого миллиона до примерно 800 тысяч лет назад они резко уменьшились в размерах. А за последующие еще там 700 тысяч лет, до где-то 100 тысяч лет назад у них не только размеры уменьшились, но еще и мозги. И если исходный был пятикантропе метр семь с тростом и с килограммом мозгов, то на выходе порядка 80 тысяч лет назад, ну там плюс-минус, это были уже люди метр ростом и 400 грамм мозгов с очень специфическими руками и ногами, с очень специфическим лицом, и все у них было специфическое. Культуру при этом не потеряли, продолжали охотиться на местных гигантских крыс, карликовых слонов, гигантских черепах, но их они довольно быстро развели, и страдали от нападений гигантских варанов. То есть, как обычно, там какая-то такая островная дичь происходила. И подобное же человечество только уже на Филиппинах, на острове Лусон, там 67 с половиной тысяч лет назад, ну практически все то же самое время, как и на Сулависе, и на Флорисе, там все это совпадает примерно по времени, свой вид Homo lusonensis, у которого еще более мелкие зубы, совсем уже какие-то крошечные, причем еще и пропорционально странные, потому что там премалеры такого же размера, как малеры, чего вообще и быть не может, у которых при этом строение внутреннего зуба пульпы такое же, как у пятикантропов, это показывает, что они потомки-то пятикантропов на самом деле, очень странные пропорции фаланг пальцев и кистей и стоп, потому что вот этого больше всего найдено. И при этом они тоже охотились на всяких местных зверюшек, там у них были свиньи специфические, олени, зомбары там местные, но при этом у них неизвестны каменные орудия, следы орудий на костях животных известны, на олених костях, а самих орудий неизвестно. И с большой вероятию они пользовались какими-то, может быть, деревянными орудиями, а может быть, раковинами, а может быть, еще чем-то непонятным, потому что это очень странные люди. Но примерно 50 тысяч лет назад на всех этих странностях обрубаются концы, и где-то между 50 и 30 тысячами лет, ну где-то в этом интервале, исчезают и хоббиты, и флореские, и суловеские, и лусонские, и, может быть, какие-то там еще. Ну где-то вот в этом же интервале пропадают странные люди острова Ява, ну может быть, раньше, а может быть, на самом деле в это же время пропадают странные люди Южной Африки, потом неизвестно кто еще в Индии, неизвестно кто еще в Западной Африке, потому что в Западной Африке там свое какое-то странное человечество еще было, но оно такое сильно виртуальное, неандертальцы, денисовцы, все они пропадают. И чудесным образом по времени это совпадает с экспансией человека современного вида, хомо сапиенса, который в очередной раз выходит из Африки и расселяется везде. И некоторые из этих странных людей в нас все-таки немножко влились, как, допустим, неандертальцы, но они, по сути, растворились в современном человеке, денисовцы тоже какую-то примесь все-таки дали, причем даже не один раз, а как минимум четырежды, по современным данным. А кто-то исчез прямо-таки с концами. Теоретически на каких-то экзотических островах там и сям могли бы сохраниться какие-то вот эти странные человечки, но не сохранились. Нет у нас таких данных. Ну, можно, конечно, еще ловить снежного человека, там и сям. Это очень благородное занятие. Я всегда желаю успеха ловцам снежного человека. Как поймают, тащите ко мне, я изучу. Но зато современный уже вид человека стал дифференцироваться тоже на очень неодинаковых людей. И, опять же, в самых разных местах, кстати, на том же самом Форесе, на том же самом Лусоне и много где еще, возникают и пигмии, а где-то возникают и гиганты, как в Патагонии, например. В Полинезии некоторые группы высокорослые, в Восточной Африке некоторые очень высокие, в Северной Европе. Возникают всякие странные варианты с белой кожей, чего как бы не было никогда, с прямыми и волнистыми волосами, чего не было никогда. Там разные степени бородатости. Кто-то не бородатый, кто-то очень бородатый. Это все очень странные люди. И нет сомнений, что если бы все пошло в таком же режиме, как шло до этого сотни тысяч лет, то сейчас уже современный человек мог бы разделиться, ну или не сейчас, а чуть попозже, еще на несколько видов. И снова бы возникли какие-то хоббиты, тролли, орки, гоблины, гномы, кто угодно. Но человечество стало все больше контактировать друг с другом, все активнее перемещаться по планете и все больше консолизироваться. И вот эти дезинтегрирующие процессы, разделение на какие-то специфические варианты, проиграли интегрирующим процессам, объединяющим. И нынче человечество все больше и больше сливается. Ну и при нашей степени коммуникабельности и транспорте вероятность возникновения новых видов людей исчезающей мало. Ну, по крайней мере, в наиближайшем будущем. А что будет потом, спустя еще миллион лет, например, кто его знает, вот кончится нефть с углем, нечем будет заправлять паровозы, пароходы, самолеты. И снова где-нибудь на островах и в экзотических местах, типа какой-нибудь там холодной северной Европы, где жрать нечего, возникнут новые виды. Снова появятся свои какие-то пост-неандертальцы, псевдо-хоббиты и кто-то еще такой. Но, может быть, это будет, а может быть и не будет. А может быть, это будет, но уже не на планете Земля, а где-нибудь на чужих мирах. На Альфа-Центавре пресловутой или где-нибудь еще. Как знать, посмотрим. Осталось прожить пару миллионов лет и посмотреть, как оно будет. Тогда мы всю правду узнаем. Ну, а пока этого еще не случилось, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте, конечно же, лайки. Если я все переврал и перепутал, то ставьте дизлайки. Если вы сами являетесь хоббитом или гномом, ставьте особенно большой лайк. Если троллем или орком, ставьте, конечно же, очень большой дизлайк. Пишите комментарии. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok